Good day, ladies and gentlemen, today I will explain crypto tarot version LHOOPYWLT happy and rich after viewing that video. Like it, please. Subscribe to my channel. Good luck. Let's see on the next week. Let's see on the next week. Let's see on the next week. We've got plenty of time. When will it be 70, we'll open a champagne in the прямом эфире. It's like this, 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 like this. So, next week we'll open. We're good on the next week. We're in the next week. I think that... I think that... I think that... I think that... ...it's a tough one. So, we're going to do it. We're going to leave it at the end. We're going to leave it at the end. 70% not to be a soon, but it's a little bit. Well, it's a possible day. In the next week, Bitcoin. Let's see on the next week, Bitcoin. Let's see on the other. What we do, I'm going to do. Oh! Oh! Yeah, just one woman. Here is a friend. Здесь показано то, что императрица мы от земля. То есть это третий аркан. Да. Второй. Кропотливая работа. То есть, ну какие-то деньги, достаток. И дама кубков. Ну дамы кубков. Дамы кубков нам показывают то, что будет все-таки какая-то прибыль. Сидит рыцарь. Монета Пентакли. На коне. Ну статичная такая императрица. Вот императрица будет тайна. Тайна. Скрытые какие-то эти. С королем мечей. Вот какая тайна будет открывать нам какой-то короля мечей и колесница. Колесница куда поедет. Колесница будет охранять свои эти рубежи. Ну принципиально, если нам она открыла свои тайны, то есть здесь все-таки будет какой-то прорыв вверх, я так думаю. По тайне. По верховной жрице. Папаписи. Колесница очень благоприятная вообще карта. Это потенциал, движение вверх, защита, победа. В то же время Буткоин придет сохранять свою территорию, свои рубежи. Но я так думаю, что это все-таки будет поддержка какая-то, поддержка, да, уровень поддержки, да. Ладно, хорошо. Здесь в ручках нормально. Нормальный такой расклад, в отличие от этой карты. Не знаю, что он там показал, а пятерка, пятерка Пентакса, не очень. А здесь нормально. Тренд. Пожалуйста, покажите тренд Биткоин на следующей неделе. Провидец. Покажи нам тренд, какой будет. Нисходящий. Нисходящий. Ну, что-то здесь повисено, как жертву. А что, наверное, на дне? О, генсер. Герри генсер. Морда. Ой, сори. Пойс. Так, нисходящий. Ух ты, боже мой. Какой-то договорняк и умеренность. Умеренность. Мистер Шаркан. Умеренность. То есть, оптание на месте. Что дает умеренность? Да. А вы знаете, здесь вот умеренность шартисты, ну, по нисходящему тренду получат какую-то свою прибыль. Так. И будет все это вскрыто по тайне. С надеждами. И со страшным судом. Страшный суд, кармическая карта. Королева мечи. Брить будут шартистов. Брить по страшному суду. Так, лонгисты давайте посмотрим. Потому что сейчас, конечно, шартовые позиции брать. Там, ну, спекулятивные. Так. Что у нас будет по повешенному? И здесь тоже король. Ну, значит, в одну и в другую сторону. Луна. Обман. Тайна. Это хоть тайна такая-то? Понятная. А здесь вообще непонятная. Скрыто под луной что-то. Ностальгия. И связанные состояния. Ну да, похоже на боковика. То есть лонгисты будут все-таки в однозначном, в каком-то связанном состоянии. Ну, значит, такой же уровень и будет. 36-37. Ну, по шартам здесь неоднозначно. Лонги-то что? Если это, допустим, долгосрочники. То есть там сидите и сидите. Ждите 70. Откороткосрочники. Здесь по шартам, видите, какая-то полюбовная договоренность по умиренности и с хорошими какими-то эмоциональными посылами. Но в то же время агрессивный рыцарь мечей с принесением какого-то потенциала, денежного потенциала. И тайны. Под тайнами надежды на страшный суд и на бритье. Вот надеются же артисты на страшный суд и на бритье. Скажут, когда же это все? Боковик, скорее всего. Какой-то боковик, но прорыва я не вижу по восходящему тренду. Хотя здесь, в общем-то, будут попытки какого-то короля двинуть график. Да, два короля. И опять-таки все-таки тайны. Это мутняк вот этот вот. Мутняк, ностальгия. Опять, значит, может быть, этот высунется, который на дне колоды был. Кенслер. И здесь опять начнутся вот такие вот. А я вот туда-сюда, опять-то десятый. То есть опять там будут мутить какие-то непонятные вот эти вот все. Ну, свяжут в какой-то степени. Ну, не страшно. Здесь я не вижу каких-то страшных вообще карт. Единственное, что повешен это жертва, неопределенность. Ну, жертва не будет, а какая-то неопределенность и подвешенность. Ну, скорее всего, да, неопределенность и подвешенность по принятию ТФ. Ты как там? Желаю всех благ, профита, удачи. А, давайте, знаете что? Нет. Еще пока не остановимся. Давайте спросим. Преодолеет ли на следующей неделе наш уважаемый дедушка или закрепится, преодолеет уровень 38. Все-таки к 38-ю он подойдет. А то он стучал, стучал. Все, уже был, проколол, 37, проколол, 38. Сейчас проколол и держится. 38 тысяч долларов. Угу, да, да. Да, императрица, да. Справедливость, правосудие, да. Давайте еще одну. Да, и будет держать этот уровень. Возможно, да, 38 преодолеет. Все, благодарю за внимание. Профита всех благ. Удачи в торговле. Чисто умерного неба. Спасибо за просмотр. Как абс субстрибил в Шанель.